Здравствуйте дорогие зрители, с вами Джофф и это опять рубрика Олени ТВ. Сегодня у нас снова в гостях Муразор и он вам расскажет о такой прекрасной немецкой ПТСАУ как Ягдпантера. Признаюсь честно, у меня эта машинка была довольно давно, я ее прошел еще до того, как начал записывать видео, но у меня остались только приятные впечатления о ней и никакой анальной боли у меня в воспоминаниях не витает по этому поводу. У самой Ягдпантеры нет каких-то серьезных минусов, она можно сказать такой усредненный идеал ПТСАУ 7 уровня, у нее хорошее орудие, у нее достаточная маневренность, у нее неплохая рикошетная броня, которую если правильно использовать, может защитить от даже довольно серьезных орудий. Поэтому играется на ней очень легко и просто. Если на СУ-152 и страдаете от недостатка маневренности, на Т25АТ от недостатка точности, то на Ягдпантере вы в принципе не страдаете. Конечно, как многим вам известно, Ягдпантера довольно-таки заметна после выстрела. Как говорят некоторые игроки, светится а-ля новогодняя елка. Но что поделать, ребята, немецкая техника это немецкая техника, она всегда была квадратная, практичная, но при этом очень и очень похожа на сарай или деревенский туалет. Учитывая все вышесказанное, Яга кажется мне очень интересный ПТСАУ, очень удобный, очень комфортный и очень приятный в использовании. На ней удобно играть как внизу списка, так и в топе команды. Внизу списка она может помогать своим союзникам и быть чистым саппортом, а в топе команды она может довольно-таки неплохо танковать. Сегодня наш гость Муразор покажет вам два отличных боя на этой ПТСАУ. Будет два боя на картах Вествел и Фьорды и в обоих этих боях Муразор вам покажет на этой ПТСАУ не как сидеть по кустам, а как использовать эту ПТ в качестве поддержки, в качестве поддержки тяжей и можно даже сказать в качестве СТ. Поэтому у меня на превью так и написано ПТСАУ в роли СТ, потому что сегодня на Яге мы не будем сидеть по кустам, будем очень много ездить, очень много стрелять и всячески помогать нашим союзникам. Если вы хотите посмотреть как Яга сидит в кустах, посмотрите еще 1001 вот от других менее опытных игроков, которые будут сидеть в кустах с умным видом и говорить О, посмотрите как мы попали по этому КВ, ой он нас не видит. Ну конечно он вас не видит, это же одноклеточный советский КВ, как он вообще может кого-то увидеть? Нет ребята, сегодня у нас будут интересные бои и Муразор будет играть в саппорта, в активную поддержку и на все 100% покажет вам возможности данной машинки. Честно признаюсь, от первого боя, который сейчас пройдет на Веселде, я просто оргазмировал 10 минут подряд, поэтому надеюсь вы испытаете такие же приятные ощущения. И конечно, как и в прошлом выпуске, в этом воде вы услышите и мои комментарии, я буду дополнять и рассказывать то, что упустил из виду Муразор. Приятного просмотра! Первая карта, на которой я играю, это Бестфилд. Я занимаю стандартную позицию в А3, здесь есть множество кустов, при том не просто кустов, а кусты, которые находятся в несколько рядов. Это дает мне огромное преимущество перед врагом, особенно учитывая то, что артиллерии нету, я могу прятаться за ними и безнаказанно расстреливать вражеские танки, которые будут пытаться прорваться ко мне сюда. Хотелось бы еще добавить, что это одна из самых таких популярных позиций на карте Бестфилд, по крайней мере с этой базы. На ней очень часто сидят не только ПТ-САУ, но и тяжи, и СТ. Конечно, про тяжи я ничего хорошего сказать не могу, но средний танк, вовремя занявший эту позицию, при прорыве фланга, допустим, с ущелья, сверху на Бестфилде, он может не только светить противников, но и в какой-то нужный момент по ним пострелять через двойные кусты и вытянуть бой. То есть, эта позиция позволяет не просто вести какую-то стрельбу или подсвечить, она позволяет вести такой очень партизанский стиль игры и довольно сильно влиять на ход боя. Но при этом же опытные игроки всегда знают, что там кто-то сидит. Если в команде врага есть ПТ-САУ, значит одна из них или все они точно сидят там. Поэтому, опять же, эта позиция очень сильно простреливается артами, очень сильно контрится всеми врагами и безнаказанно там сидеть довольно трудно. Наконец, враги начинают более-менее действовать, мои союзники тоже. Подсвечиваются три вражеские САУ, но они пока что за горкой и достать их я не могу. Но вылезает вражеский КВ-3, к тому же он не топовый и я могу с тёмкостью его разбирать в лоб, не боясь ни засвета, ни дамага с его стороны или со стороны его союзников. КВ-3 умирает, так не сделав ни единого выстрела. Мои союзники тоже начинают понемножку сливаться, но понемножку это слабо сказано. Появляется вражеская СУ-100. Я вижу, что у неё 122-мм пушка, опасный для меня противник, так как может снять без одного выстрела половину ТП. Ещё более опасна СУ-152, у которой урон средний около 700, она может вообще меня ваншотнуть, если не попадёт. Вот, или пробьёт. Но, увы, она стоит на месте, пытается кого-то выстрелить. Как вы видите, мой союзник на Штуге-3 стоял за одинарным кустом, и его заметили, и убили с одного выстрела. СУ-100 начинает атаковать, она получает снаряд в рубку, но, увы, успевает спрятаться. Возможно, даже он меня засветил, хотя это и маловероятно. Но всё же, они знают, где я нахожусь, приблизительно, но знают. И мне приходится идти в атаку. СУ-100 и Т-28, очень опасные противники, могли меня бы снять залпом, но я очень быстро успеваю отстреляться по СУ-100, убить её. Как видите, Мурозор не стал сидеть в кустах, когда увидел, что противники лезут на него, что они знают, где он примерно сидит. Он взял инициативу в свои руки и стал сам атаковать. Благодаря этому он быстро убил СУ-100 и посадил на гуслю Т-28, потому что враги просто не ожидали от него такой прыткости. Второе, это то, как двигался Мурозор по отношению к Т-28. Даже на таком танке, как Як-Пантера, даже на ПТ-САУ, он старался двигаться по отношению к ней полубоком, то есть ромбиком. Для чего он это делал? Для того, чтобы, во-первых, попытаться разлети противника на урон гуслю, чтобы противник стрельнул бы где-то там в бочину, или попал в полубок, под серьёзным наклоном случился рикошет, или чтобы попал в гуслю и снаряд ушёл под днище. Иногда такие финты удаются. Но, к сожалению, в нашем случае финт не удался и противник всё-таки урон нанёс. Посадить на гуслю Т-28. Теперь вылетает на меня ещё и штук. Но госпожа удача на моей стороне, и я наношу ему дамаг, который гораздо выше среднего дамага моего орудия. Теперь же я начинаю стрелять вражескому Т-28 в бок. Параллельно клинчу я его и подпираю. Мой союзник на М4, пусть и наносит дамаг не постоянно, но по чуть-чуть, по чуть-чуть стреляет ему в попку и разбирает его. Даёт он мне время, и теперь же я смог развернуться и снова выстрелить Т-28 в борт. Теперь же он остаётся паншотным. Я во второй раз снимаю с него гуслю. Всё, теперь он ничего уже не может сделать ни мне, ни моему союзнику. И я с потерей всего лишь половину ХП слил 5 вражеских танков и ПТ-САУ. Ну, ребята, мне вообще трудно писать словами то, что тут только что произошло. Муразор в одиночку на Як-Пантерии убил несколько вражеских танков, и одного из них, Т-28, просто на самом деле закаруселил. Это просто про скилл, это просто про скилл. Как видели, Муразор давал в гуслю, он давал в бочину, он его подпирал, поджимал, ждал, пока враг будет наносить урон. Самого карусела. Конечно, повезло Муразору в том, что это был Т-28, а не какая-то другая ПТ-САУ, которая могла бы быть более манёвренной и более динамичной. Это да. Но всё равно, вместо того, чтобы просто сидеть там, прятаться или пытаться там делать какую-то другую глупость, Муразор сделал именно так, как и нужно было сделать. Дать в гуслю, поджать, закаруселить и убить. Базару 0, можно только Муразору похлопать, ребят. Давайте вместе все похлопаем и поставим лайк. Лайк поставьте. Быстро все лайк поставили. Лайк, 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 лайк. Теперь же проблемы мои не закончились. На этом остаётся вражеский ИС-3, 3 СТшки 8 уровня, а у меня всего лишь половина ХП. То есть лобовую атаку ихнюю я никак не смогу выдержать. ИС-3 ваншотный. Мои союзники перед смертью успели хотя бы его подамажить. Мне остаётся по нему один раз всего лишь выстрелить. Но он, увы, убегает за горку, и мне приходится гнаться за ним. В то же время засвечивается вражеский Тайп 59, я не могу его никак игнорировать. И мне приходится отвлечься теперь уже на него. Мой союзник на М4 его отвлекает, и Тайп стреляет не в меня. Тоже, скажем так, везение. Госпожа, удача снова на моей стороне. Но теперь уже она мне изменила. Увы, вражеский ИС-3 вместо того, чтобы отстреляться по нашему М4 стреляет из меня, практически убивает. У меня остаётся всего лишь 75 ХП. А у врага ещё целых 4 машины. Счёт уже равный, и я его, скажем так, выровнял. Но теперь нужно убить ещё Т-44 и вражеского 13-75. А местность здесь для меня не очень удачная. Тем более, здесь есть такие заборчики маленькие. И из-за них мне немного стрёмно по врагам стрелять. Но от этого плохо ни одному мне. Вот в таких вот ситуациях раскрывается одно из преимуществ низкого профиля танка. Как вы видите, когда Як-Пантера находится за какими-то заборчиками, по ней очень трудно вести огонь, потому что эти заборчики практически её скрывают. Всё это позволяет нам как-то перегруппироваться на поле боя, произвести с союзниками какую-то рокировку и в целом выиграть удачный момент для атаки. Т-44 тоже по мне стрелять не может. Я даю ей дамаг в башню. Вот, рикошета не произошло. Чудо. Тем более, мой КВ-5 помогает мне. Тоже отстреливается по 44-му. Но у того ещё 33% ХП. И я прекрасно понимаю, что я не могу снять его с одного выстрела. И 44-ка, вместо того, чтобы подъехать ближе, стреляет сходу в порт и даёт рикошет по мне. Вот, из-за того, что он поспешил, он меня убить не смог. Остаётся только одна Т-43, которую сейчас убьёт наш ИС. 8 фрагов и 2200 опыта. Для ПТ это отличный результат, учитывая, что был я не в топе. Как на мой скромный взгляд, это был просто отличный бой. Именно благодаря Муразору его команда смогла выиграть. Если бы Муразор действовал на этой ПТ-САУ стандартно, сидел бы в кустах, боялся бы за свою попу, там боялся бы куда-то выехать, то, скорее всего, бой был бы проигран. Но Муразор действовал нестандартно. Он убил Т-28, он выехал на Т-44. И, конечно, была немалая доля и удачи. Но, благодаря своим активным действиям, благодаря тому, что он много ездил по карте, везде помогал, бой выигран, и он получил очень-очень много опыта. Просто краса у вэц! Второй бой на карте Фьорды. Поехал я на центральную позицию в этой карте, с которой я смогу прикрывать как... Тут, дорогие зрители, я хотел бы обратить ваше внимание на положение Муразора в списке команд. Как видите, он в самом топе, а это значит, что ответственность, которая накладывается на Яг-Пантеру, еще больше, чем когда она в середине или внизу. Когда Яг-Пантера в топе, это значит, что автоматически ее балансит каким-то тяжем с 7 уровня, который отлично вытанковывает урон. И, значит, опять же, нашей Яге нельзя сидеть в кустах, ей надо много двигаться, ей надо пытаться вытанковывать урон и, как минимум, наносить огромное количество дамага противникам. Если же вдруг вы засядете в кустах, то с вероятностью в 80%, скорее всего, бой будет в таком случае проигран. Не забывайте об этом. Центр, так и правый и левый фланги, если вдруг оттуда прорвутся враги. Пока что успели сюда доехать только быстрые вражеские танки, а это Панцер 4.3 и КВ-13. Оба не являются для меня какой-то проблемой. У обоих достаточно слабые по пробою пушки. У Панцера 4.3 что-то около 110 мм и около 140 у КВ-13. Успеваю я всего лишь один раз отстреляться по Панцеру 4.3. Он ушел за дома. Там его встретила наша другая ПТ-шка. Но КВ-13 все еще где-то здесь. И сейчас я займу всем очень хорошо известную позицию по центру. Это позиция между домом и камнем. Очень тяжелого врага будет меня здесь достать. Я же практически безнаказанно смогу стрелять отсюда по врагам. КВ-13 по мне даже не может попасть и прячется за горку. Но засветился вражеский Тигр. Тяжелый танк, которого мне очень хотелось бы сейчас достать. И в этом мне помогают отличные углы наводки этой ПТ. Ну если не отличные, то по крайней мере очень хорошие. Тигра я могу с легкостью отсюда выцелить. Не боясь даже засвета. С его стороны. Тигр пытается отъехать назад. Я выстрелил на упреждение, если вдруг он отойдет еще дальше. Но увы, он почему-то решил атаковать. Ну если не атаковать, то по крайней мере остаться на той же позиции. Странное конечно решение. Но оно мне только на руку. И я могу с легкостью расстреливать его в борт. Вот, Тигр не представляет для меня в данный момент никакой опасности. И я стою на месте и банально его разбираю. Теперь Тигр мертв. Но я вижу, что сверху творится полный бардак. И мне придется сейчас ехать туда и спасать ситуацию. Прорывается вражеский 1375. Но после болванки в борт от моей ПТ-САУ он передумывает. Но появляется уже Т-52. Я успеваю по нему один раз попасть практически сходу. Попадаю я по нему и второй раз. Но увы, уходит снаряд ему в гусли. И мне приходится выцеливать его в третий раз. Я беру неплохое упреждение. Благо он едет просто прямо. Ну немножко виляет. И я его убиваю. Сейчас же я, используя рельеф местности, высовывая только вверх рубки, который пробить под таким углом врагу тяжело. Как вы видите, от меня снаряды отскакивают. Я буду разбирать двух вражеских СТ и одного легкого танка. 1375 сейчас маншотный. Но он прячется за камнем. И достать его я не могу. Смог я отстреляться по Т-34-76. Осталось еще 85-кам и КВ-13. Вот еще одно преимущество низкого профиля и высокого расположения орудия в рубке. Как видите, Муразор лишь чуть-чуть вылазил над холмом, чтобы пострелять противникам в башню. При этом противники видели только его орудие, маску орудия и небольшой краешек рубки. И понятное дело, прицелиться и даже попасть в таком случае им было бы трудно. Про пробитие я тут даже уже не говорю, потому что наклон тоже был довольно-таки неплохой. Благодаря этому Муразор без проблем расстрелял своих не очень опытных противников и не получил ни капли урона. Я забираю ваншотного врага. Это 13-75. Тем более, эта ЛТшка, она может до меня доехать, закрутить и убить. Она является приоритетной целью. 85-ка уже ни разу меня не пробила, и я его слил с двух снарядов. Теперь верх чистый. Мои союзники только теперь решили, что нужно наконец-то мне помочь. Но там ведь никого уже нету. И они практически ничего не сделали. Я замечаю вражеского КВ. Это простой КВ, но в то время у него еще была башня от КВ-2. Он один раз по мне стреляет, но попадает мне в гуслю. Сейчас я немного рискую. Хотя я и быстро движусь, по мне может попасть артиллерия. Ну а пока этого не происходит. Сплэш разрывается уже за мной. Значит, одна арта в отстреле. Осталось мне забрать только вражеского КВ-13, который еще где-то здесь лазит. У него очень мало ХП. Он ваншотный. Он мне ничего сделать не может. И в погоне за фрагом я начинаю гнаться за ним. Это небольшая моя ошибка. Раз я по нему не попадаю, по мне же попадает артиллерия. Но мне везет. Попадает она непрямым. Вот тут Муразор действительно совершил ошибку. Учитывая, как КВ-13 ворвался на холм, как он хотел взлететь к небесам и, наверное, забраться в самый высокий горный аул, Муразор мог бы просто постоять под домиком, прячась от артиллерии, и расстрелять КВ-13, держа его на гусле. Но Муразор совершил ошибку, поехал вперед. Понятное дело, арта взяла правильное упреждение, накрыла его и нанесла урон. А этого можно было и избежать. Вот. И зацепляет только мой борт и трак. Снимает гуслю, немного хп, в общем, ничего страшного не происходит. Добравшись до вражеской базы, я нашел там М41. У него хп меньше, чем моя альфа, значит, шансов выжить у него практически никаких. И снова 2000 опытом и 7 фрагов. Медаль Бельтера и Воин. Ну что тут можно сказать? Отличный бой на отличной машине с отличным игроком за рулем. Конечно, я не буду говорить вам, ребята, что в каждом бою нужно много двигаться. Бывают такие карты, например, как Мурванка, где, если ты находишься в топе на Экпантере, лучше все-таки посидеть по кустам. Потому что лучше с безопасного расстояния расстрелять всех противников, а потом уже в самом конце боя, когда надо тащить, тогда вам очень сильно приградятся ваши фулл хп, которые вы растратите, выбивая всех врагов по одному. Но Фьорды это не та карта, где можно посидеть. Тут скорее из-за перепадов местности, из-за многочисленных укрытий, тут лучше всего побольше двигаться и поменьше сидеть. Вот такие вот пироги. На этом, дорогие зрители, у нас все. Если вам понравилось видео, лайкайте его, подписывайтесь на канал. Как говорит вспышка, это бесплатно. И не забывайте смотреть предыдущие выпуски Олени ТВ. Слева внизу очень интересный видеогайд по тяжелой американской ПТСАУ 9 уровня Т30. Мега-Тащунский бой на Малиновке. Ну а справа внизу гайд от нашего соклана из клана Олени Виппи по альфа-тапку. Много экшена, много маневров и много стрельбы. Также у меня есть для вас, как всегда, вопрос дня. Сегодня он звучит так. Как заставить Муразора сбрить его бороду? Вы не подумайте, ребята, что я это интересуюсь для себя. Мне, в принципе, пофиг. Но вы знаете, вчера вот позвонила девушка Муразора и сказала, что ей жутко надоела его борода. Что, в принципе, как бы все хорошо, но в некоторых нюансах интимных отношений его борода очень ей мешает, очень колется и в целом доставляет очень много неприятных ощущений. Поэтому она мне попросила помочь как-то решить этот вопрос. Ну а я, собственно, прошу уже совета у вас. Итак, ребята, если вы знаете, как можно заставить Муразора сбрить его бороду, пишите в комментариях. И надеюсь, мы сможем помочь его девушке в ночь ощутить всю гамму приятных ощущений в интимной сфере. Всем удачи, ребята. Всем пока. Не забывайте бриться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok